Приветствую вас и проблему страха общения с людьми, значит страхом просто людей Проблему можно разделить на условно несколько моментов, аспектов, элементов Первая проблема, первая часть заключается в том, что когда человек общается с другими людьми Он через них сбрасывает себя Когда я общаюсь с другими, я вижу в них себя, отражение себя И чтобы познать себя, чтобы лучше себя узнать, вы не как раз таки общаться с людьми, с другими Так можно получить обратную связь в том, что касается вас лично И вот страх людей, страх соотносить себя с людьми Страх соприкасаться с ними Пересекаться Может быть следствием того, что вы боитесь через них познавать себя Если это так, то данный момент означает, что вы не принимаете себя до конца Что вы боитесь себя принять такой, какая вы есть, не желаете себя принять И этот момент, он, конечно же, говорит о тревожности То есть у вас наблюдается определенная степень тревожности То есть бег от нового опыта То есть я не хочу принимать себя Потому что новый я, такой, какой я есть, требует от меня каких-то усилий Вы не хотите эти усилия предпринимать и боитесь их предпринимать Потому что опасаются того, что у вас не получится В данном случае необходимо выяснить Что конкретно вы не принимаете в себе И почему Если будете принимать Если примете себя То эта часть проблемы Связанная с Неприятием себя И, соответственно, отсутствием общения с людьми У вас решится Следующий момент Заключается в том, что вы боитесь Показаться Глупым человеком Другим людям Боитесь показаться Незастоятельным человеком Другим людям И так далее Данный момент Кроется, опять-таки, в неуверенности в себе Как бы корень этого момента Кроется в неуверенности в себе И ее нужно, естественно, повышать Как повышать? Через, конечно же, достижение своих целей Через выполнение определенных задач Чтобы быть уверенным человеком в себе Нужно Знать на что вы способны Нужно понимать и осознавать, чего вы достойны Что вы можете Таковы ваши возможности Для этого необходимо чувствовать результат от своих действий Для этого необходимо выполнять задачи, которые вы сами себе ставите Это означает, что прежде чем Общаться с людьми Вообще Нужно Очертить Обозначить Свои Интересы Свои увлечения Свои цели Ориентир И начинать к ним стремиться Для себя На час к ним стремиться Вы Будете делать следующее В первую очередь Вы будете добиваться чего-то, что важно лично вам И на основе этого чувствовать себя увереннее в себе В процессе занятия той или иной деятельности, увлечения Вы будете сталкиваться с людьми С которыми вам придется общаться по непосредственному процессу осуществления деятельности И в начале У вас Не будет С этим проблем Потому что общение не будет иметь характер личного общения Оно будет непосредственно предпредметным То есть связанным с той деятельностью, которую вы будете осуществлять И постепенно Вот вы Для себя Благодаря такому подходу Обоснающийся круг Круг уверенности Которая сопровождает вас на определенном этапе общения с людьми Ну например Вот вы говорите, что вы боитесь людей Вот вы тут пишите, что страх общения, разговора, развитие отношений Хорошо Если вас на улице спросят Например, сколько времени Или как пройти Скажем До такого вот места Вы тоже будете испытывать страх? Если вы уверены в том, что можете помочь человеку Попробуйте ответить на этот вопрос Когда Человек чего-то боится Самая простая и эффективная Детапия страха В том заключается Чтобы Поставить Человека В такие условия Когда ему максимально комфортно В ситуации, когда ему максимально комфортно Значит В условиях Возможного страха Данной ситуации А потом постепенно Эту ситуацию усугублять Чтобы ощутить С какого момента вы подчеркиваете приближение страха И вот Благодаря Постепенному Нарастанию Страха У вас будет происходить Адаптация К нему К нему И понимание того Чего же вы Собственно говоря Боитесь А журнание этого Уберет страх И приведет К коррекции Поведения То есть Как вы можете видеть Решение проблемы Состоит в двух основных направлениях Первое направление И главное Это Причины Страха Глубинные Внутренние И разрешение Определенных конфликтов Внутренних Также Второе направление Это Непосредственная Непосредственная Адаптация Поведенческая адаптация С ситуациям В которых у вас есть страх И для этого Естественно Требуется постепенность Потому что Даже если Разрешив Внутренние проблемы Вы окажете В ситуации Сразу С большой Степенью Вредного Залона Страха То Систем И привычки Вы все равно Будете его испытывать Но Нужно Постепенно Входить В проблемную В проблемную Остерию И лишь только Постепенное Вхождение Обеспечит вам Адаптацию И принятие Этой ситуации Понимание Того Что Она В действительности Не страшна И люди По большей части Не то что Недостойны Того Что вы их боялись Они Ведь даже Не Замечают Вас У каждого Свои заботы У каждого Свои проблемы Свои задачи И Им Не очень-то важно Как вы с ними Общаетесь И не очень-то важно Как вы вообще С ними Взаимодействуете У них Своих проблем Хватает Но Но Чтобы Вам Почувствовать Это Необходимо Общаться С людьми И начать Общаться Так Чтобы вы были Максимально Уверены Для начала В общении А потом Уже Повышать Повышать Степень Уровень Вовлеченности В взаимодействии С ними Вот так Вам нужно Решать Свою проблему Вы можете Сделать Это Самостоятельно Если У вас Есть Такая Возможность Если Такой Возможности Нет То Тогда Конечно же Вам нужно Выбрать Психолога И Поработать С ним Приватно Поэтому Все Надеюсь Что Помог Вам Если Какие Вопросы Оставить Обращайтесь В личку Помогу Если Вам Понравился Мой ответ Буду Благодарен Если Сделаете Его Лучше